В примерах. To dress up. Украшать, нарядиться. To wear formal clothes. Первое. I like to dress my Christmas tree. То есть я люблю украшать рачейскую елку. I dress up as a zombie for Halloween. Я нарядился в костюм зомби на Halloween. То есть нарядился, да? I dress up the hall so it looked like a ballroom. Я украсила гостиную, и она стала выглядеть как больный зал. He dress up as Superman for the party. Он нарядился в костюм Супермена на вечеринку. What are you dress up for? Наконец-то. Finally after a long time. То есть наконец-то после долгого времени. I waited all morning for my friend's call until at last it came. Я все утро ждал звонка моего друга, пока он наконец-то не позвонил. At last the shop opened. Наконец-то магазин открылся. At last I passed the exams. Наконец-то я сдал экзамен. At last you are here. I have been waiting for you. Наконец-то ты здесь. Я ждал тебя. We sold our house at last. Now we are going to buy a new one. Наконец-то мы продали наш... Как обычно. She arrived late as usual. Она приехала поздно, как обычно. As usual, I get up at 7 o'clock. Как обычно, я встаю в 7 часов. He was late for class as usual. Он опоздал на урок, как обычно. As usual, she looks great. Как обычно, она выглядит великолепно. As usual, the girl forgot to bring her book to class. Как обычно. To find out, обнаружить, разузнать, выяснить. To get information about this. Получить информацию о чем. At last he finds out that the browns had gone forever. Наконец-то он узнал, что браун уехали навсегда. How to find out who has blocked me on Facebook. Как узнаешь, кто заблокировал меня на Facebook. They always find out the latest news. Они всегда узнают последние новости. I don't know, but I'm going to find out. Я не знаю, но я собираюсь выяснить. Let's just everybody stay calm and find out what's upsetting her. Давайте все сохраним спокойствие и выясним, что смотреть на. She looked at the stars. Она посмотрела на звезды. We looked at each other. Мы посмотрели на друг друга. I need to look at your work. Мне нужно посмотреть на твою работу. I looked at her new dress when she went away. Я посмотрела на ее новое платье, когда она вышла. He just looked at me and he said... Он просто смотрел на... Искать, подыскивать, ожидать, надеяться. I looked for better things from her. Я ждал от нее лучше. They could mobilize thousands of agents to look for her. Они могли бы мобилизоваться, тысячи агентов, чтобы найти ее. I went to look for him in the canyon. Я ходила искать его в каньоне. I looked for the house to rent for the whole family. Я ищу дом, который можно снять для всей семьи. He is looking for his glasses. В порядке, хорошо, конечно. It's all right. I can't take it from here. Все в порядке. Я могу его забрать. Are you all right in that room? Тебе хорошо в этой комнате? It's all right. Don't worry. Все в порядке. Не беспокойся. That's all right. I slept fine on the sofa. Ничего страшного. Я прекрасно поспала на диване. That's all right, because the workman wouldn't recognize you anyway. Это хорошо, потому что рабочий вас все равно... Я думаю, что никакой. ...выбрать, но войны все в порядке. ...все время или с самого начала. I knew all alone that my friend would not get the promotion. Я с самого начала знала, что мой друг не получит повышение. All alone I didn't remember you. С самого начала я не помнил тебя. I knew all alone that it was a lie. Я знал с самого начала, что это была ложь. I knew all alone that it wasn't his real name. Я знал с самого начала, что это не было настоящее имя. All alone I believed in you. С самого начала я... ...постепенно, мало по-малому. He broke his leg while skiing, but little by little it is getting better. Он сломал ногу, когда катался на лыжах, но постепенно он поправляется. Little by little she is getting better. Мало по-малому ей становится лучше. Little by little I earned enough money to buy a car. Постепенно я зарабатывал достаточно денег, чтобы купить машину. Little by little we pieced together the jigsaw puzzle. Постепенно мы собрали воедино этот пазл. And little by little people turned to a bad life. И постепенно люди стали стремиться к лучшей жизни. Tire out. Утомить, изматывать. Speaking English all day, times me out. Меня утомляют говорить на английском весь день. He was just tired out. Он просто вымотался. Every time I looked after her kids. They tie me out. Каждый раз я утомляюсь, когда я присматриваю за детьми. Taking the underground. Every day ties me out. Каждый день я сажусь в метро и меня утомляет. Tired out after I had walked for a few miles. Я утомился после того, как я прошел несколько месяцев. Вызывать, пригласить, высказываться. The teacher always calls on the students to answer questions. Учитель всегда вызывает студента к доске, чтобы ответить на вопросы. The teacher called on me to the blackboard and I didn't know the answer. Учитель вызвал меня к доске, и я не знал ответа. Ответы. The surgeon was on a call. Нет, здесь вот немножко... Call on, вернее. The surgeon was called on and scrapped in. Хирург был вызван и готовился к операциям. We also call on states to become participants to the agreement. Мы также призываем все государства присоединиться к соглашению. Руфья called on Mike to give him some money. Руфья обратилась к Микке, чтобы кто-то доложил... ... ... Продолжение следует...